Медиагруппа Авангард представляет Я сегодня расскажу про то, куда мы движемся. У меня была презентация в прошлом году про то, как мы строили сок, я здесь рассказывал. И что характерно для взрослеющей и области, и мероприятия, каждый год удивлять, как сейчас Артем пролистал свою презентацию, потому что много из этого он уже рассказывал, показывал. Примерно такая же история у меня была, дилемма, когда я готовился к этому докладу. Собственно, вот эта нарезка из материалов предыдущей презентации, и чтобы быть последователем, я решил слегка пройтись по тем моментам, которые я подсвечивал в предыдущий раз. Кому интересно, есть ссылка на YouTube, там прямо можно посмотреть видеодоклады. И, соответственно, я не буду повторяться нашу идеологию, куда мы двигались и зачем. Это все можно в записи посмотреть, сэкономим время. Если коротко совсем, в прошлом году мы добивали тему ключевых сервисов внутренних нашего сока, дополняли эту историю TIP-платформы и ERP. Эта история была финальным ядровыми элементами, которые нам нужны были для того, чтобы соблюдать нашу идеологию построения сока. То есть это проактивное реагирование, это скорость реакции, исходя из наших объемов. За прошедший год, если посмотрим, я тоже с удивлением обнаружил, мне казалось, разница меньше, но достаточно серьезная разница. Если в прошлом году мы регистрировали порядка 3,5 миллиардов событий безопасности в день, то сейчас эта цифра доходит до 7 миллиардов событий безопасности. Что касается процессов, мы много об этом рассказываем, мы уже доросли здесь до некой зрелости и готовы это формализовать в некий даже уже обучающий материал. Мы это будем делать, я об этом позже расскажу. То есть процессы, в принципе, у нас достаточно стабилизированы, те, которые мы выстроили в ходе нашего длительного проекта. И сейчас мы занимаемся тем, что занимаемся их отладкой, занимаемся выстраиванием и корректировкой метрик. То есть это такой процесс уже экстенсивный, которым мы будем заниматься, я думаю, постоянно. И он сейчас стал уже на некие рельсы. Я много говорил про автоматизацию, про роботизацию. Действительно, это позволяет в значительной степени сократить время и нагрузку, и снизить количество ошибок операторов при обогащении информации инцидента. И это направление у нас работает. Это как автоматизация внутренними средствами различных систем, где это возможно, так и роботизация, то есть некие навесные системы, которые позволяют автоматизировать действия оператора, повторяя по сути их. Это направление также у нас активно развивается, показывая стабильно высокие результаты. Ну и что касается команды, все, о чем мы говорили как необходимости, что мы уже практиковали во многом в прошлом году, в этом году также мы продолжаем и развиваем, увеличиваем количество сценариев, областей знаний. Про это чуть позже я расскажу. Соответственно, все, что будет дальше после этого слайда, это будет такой наш анализ, который мы делаем для того, чтобы найти для себя ответ на следующий вопрос. После того, как мы реализовали проект по построению СОКО с точки зрения процессной модели, технологической основы, это было еще даже не в прошлом, а позапрошлом году, в 2017. После того, как мы построили центр, который здесь представлен на фотографии, который выглядит как практически такая футуристическая визуализация. На самом деле это реально живой работающий центр, в который мы перевезли на самом деле существовавшую, да, это уже работающую 24 на 7 команду. И этот центр позволяет реализовать концепцию ситуационной осведомленности и работы в 24 на 7 для защиты инфраструктуры банка, объединения этих функций с другими функциями безопасности, которые есть в банке. В прошлом году и в этом году нашей ежедневной работой, наверное, в части развития является проработка цели и полагания, что же должно быть дальше. То есть если мы говорим и смотрим на достаточно серьезный горизонт, для нас это не то чтобы завтра, но наш горизонт планирования примерно вот такой, где-то 5 лет. Что должно стать дальше? И вот в рамках этой работы мы регулярно проводим анализ и следим за новейшими трендами, но при этом это не совсем в чистом виде выжимка из открытых и закрытых источников. Это скорее такая пропущенная через наш опыт, через наше текущее понимание картинка, которую мы прикладываем на себя, примеряем мы ее сейчас на ту историю, которая у нас активно развивается. Это наше дочернее общество и экосистема. Это в принципе история, которая на значительной степени к вам приближает, потому что не все из этих компаний крупные, их довольно много. Порядка 50 компаний с серьезной IT составляющей и вообще являются интернет бизнесами, соответственно находятся на достаточно высоком уровне IT развития, иногда работают в режиме стартапа, то есть предоставляют достаточно серьезный сервис, при этом обладая очень ограниченными ресурсами и небольшой командой. И мы, наша работа, помогать в том числе этим компаниям повышать свой уровень защищенности, который мы сейчас не представляем без функций SOC, без ситуационной осведомленности и security operations. Немножко все, что дальше, давайте мы будем четко понимать, это не столько про наш SOC, это наше такое видение большей картинки в горизонте 2020+, 2025. Когда я размышляю про то, что происходило 10 лет назад, то, что будет происходить в ближайшие 5-10 лет, и мы все видели и были свидетелями появления MSSP, коммерческих SOC. Очень часто возникает у всех такой вопрос, а что мы все время возвращаемся к одним и тем же вопросам. Это действительно так. Сегодня даже на антипленарке, в принципе, был вполне уместен и обсуждался вопрос по поводу SOC без Сиема, нужен ли Сием, нужен ли SOC и так далее. В принципе, все то же самое во многом, что было, я не знаю, 5-7 лет назад. Так ли это на самом деле? Я бы сказал, что нет. Я бы предложил здесь усложнить чуть-чуть наше понимание мира и картинку мира. И мыслить происходящее в некой форме спиральной динамики. То есть мы действительно ходим по одному и тому же кругу, но повторяя виток за витком вот этого анализа, осмысления, проживая некоторый опыт и, собственно, работая в этой области, уже не первый год большинство из нас, мы по-новому начинаем смотреть на вещи и иногда, как говорил Эйнштейн, вопрос тот же самый, ответ поменялся. То есть здесь у нас могут быть одни и те же вопросы, они будут продолжать появляться, нужна ли первая линия, не нужна ли первая линия. В зависимости от того, как у нас движется бизнес, как движется развитие технологий и зрелость их, ответ может серьезно меняться. Но сейчас, если говорить про то, как мы представляли себе, куда мы движемся, допустим, к 2020 году, куда мы будем двигаться к 2025 году, мы для себя рассматривали несколько вариантов концепции. Это и тема с устойчивостью, соответственно, центр, фокусом которого был анализ и соблюдение устойчивости. Это и фьюжн-центр, который мы во многом сейчас уже реализовали в части компетенции. То есть у нас в нашем центре сидят люди, не только защищающие инфраструктуру, но и люди, которые занимаются антифродом. То есть это чисто история, ориентированная на бизнес. Я думаю, что появляется такая возможность, способность нашего СОКа впитать в себя функционал по отслеживанию динамическому развитию наших IT-систем и в основном систем, которые мы разрабатываем самостоятельно. То есть это DevSecOps и, собственно, непрерывный мониторинг как инфраструктуры DevSecOps, так и самих продуктов банка и экосистемы банка с точки зрения их развития и разработки. И вот эти концепции, наверное, это те вопросы, на которые вам, с одной стороны, имеет смысл искать ответ непрерывно. То есть в чем смысл этого рассуждения? В том, что это нормально, что у нас вопросы повторяются из раза в раз. Стратегия СОКа, цели полагания СОКа, вообще принципы, зачем он создается, что он должен делать, это вопрос непрерывного развития. Вопросы действительно могут быть те же самые, но ответы на них могут слегка корректироваться в зависимости от внешних факторов. И, наверное, один из таких примеров – это известная наша пирамида, которую мы достаточно уже давно активно пропагандировали. Все время мы говорим о том, что есть объект управления. При этом очень редко, когда разговариваешь с человеком с чистого листа, всем все понятно в этой картинке, как выглядит пирамида. Но если, что называется, разбудить человека ночью, часто такой непонятный ответ – а что такое вообще управление безопасностью, ну или СОКом, как частью этой безопасности? У нас долгое время была принята модель, что есть в НДИ процессы, внутренне информативные документы, процессы, которые управляют людьми, управляют технологиями. Ну вот, соответственно, это три области управления, там их можно по-разному, наверное, визуализировать и отображать, но смысл примерно такой. Вот сейчас в результате того осмысления, которое мы проводили примерно в этом году, мы для себя приняли еще четвертый элемент в эту систему. С одной стороны, казалось бы, данные, они, понятно, что присутствуют на всех трех элементах этой системы в том или ином виде, управление знаниями, любые данные о конфигурациях и так далее в технологической части, логии и так далее. Что касается процессов, это управленческие данные, отчетность на выходе, на входе, соответственно, это параметры риск системы, допустим, то есть везде есть данные. Но важность этого объекта и его первостепенность, наверное, сейчас такова, что мы для себя внесли корректировки в эту модель, и действительно сейчас по всей нашей инфраструктуре управления мы понимаем, что есть отдельная сущность, отдельный объект управления – это данные. Это security данные, то, что мы называем данными кибербезопасности, они во многом вытаскиваются из системы айтишных, это понятно, естественно, совершенно нормально, и так и будет, и это должно развиваться, это должно упрощаться, это должно быть такой естественной способностью, врожденной во все эти системы, во все разрабатываемые системы, возможность учитывать, фиксировать состояние безопасности, оставлять след от операций, след от изменения конфигураций. Все это должно быть заложено по построению, что называется. Но и сами практики обеспечения безопасности данных, как мы с ними работаем, обеспечение их качества, вот этот момент, он вынудил нас расширить модель и добавить в осознание того факта, как мы работаем и взаимодействуем с данными. Это касается данных безопасности, в том числе касается данных и клиентских, если мы про них говорим, это все тоже да, но я сейчас говорю, сегодня конкретно мы говорим про сок. То есть это не только клиентские данные и данные бизнес-систем, которые в них живут. Мы являемся владельцами большого количества своих данных и ими управляем, и в основном мы этим занимаемся. Мы зафиксировали и стабилизировали, вообще говоря, этапы, к которым могут быть отнесены практики СИКОПС. То есть, во-первых, мы, в принципе, кристаллизовали понимание, что есть security operations, это такая, в общем, не очень принятая у нас пока в России история, но есть security operations, есть центр security operations, сок, который, соответственно, отвечает за выполнение этих практик. Их не надо смешивать. Одно – организационная структура, другое – технологические инженерные практики и функции. Но вот пять фаз, пять этапов мы выделили. Некоторое время они у нас там плавали, менялись, сейчас, в принципе, они устаканились. И здесь мы говорим всю эту историю в части СИКОПС, то есть это в части непосредственно операционной работы. То есть, если мы говорим про идентификацию, мы здесь не имеем в виду, допустим, биометрическую идентификацию, мы имеем в виду идентификацию инфраструктурных объектов, то есть, в первую очередь, инвентаризацию, понимание объекта защиты и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это вот все, что имеет отношение к security operations. Вот пять этапов мы выделяем. И что интересно здесь, если мы говорим про то, к чему приходили и о чем говорили в России, в СОКе, я до сих пор сегодня несколько раз за день слышал тезис по поводу того, что если ваш СОК хочет делать что-то кроме мониторинга, то мы считаем, что сейчас, в принципе, СОК, конечно, должен делать что-то кроме мониторинга. То есть, мы здесь задаем, еще раз говорю, что это мы говорим не про себя, потому что здесь не совсем корректно, наверное, такой параллель проводить. Я говорю в целом про некий бейзлайн, уровень базовый, который мы ожидаем от коллег-партнеров, с кем мы работаем, от наших дочерних обществ, еще и в целом от принципов построения СОКа. То есть, что должно быть заложено в принципе в СОКе, как базовый уровень, зачем он нужен. То полная реализация функции мониторинга и реагирования. И, кстати, здесь это для меня было удивлением, анализируя, что вышло за последний год по аналитике СОКов и развитии СОКов в мире. Мы, на самом деле, здесь не сильно отстаем в этом понимании. То есть, сейчас говорится в мировой практике, что в 19-20 году зрелые СОКи должны завершить внедрение практик реагирования. То есть, это не то, чтобы все это уже все сделали, это для всех пройденный этап, а мы начинаем эту историю догонять. То есть, до этого действительно было общим местом, пониманием, что СОК – это в первую очередь глаза. Как с этой информацией, кто там дальше что делает, это вопрос, наверное, к другим, может быть, людям, ребятам, но не совсем к СОКам. Вот сейчас эта позиция, в моем понимании, как мы это видим, она должна коренным образом поменяться. То есть, как минимум, 20-18 плюс – это наличие практик мониторинга, наличие практик реагирования, ну и по мере возможности погружения в остальные практики, то есть, они должны присутствовать, по крайней мере, на уровне потребления этой информации, иначе эффективное выполнение функций, начиная с самого начала и заканчивая информированием цирков, оно не будет возможным или будет очень занимать много ресурсов и сил. Ну и, собственно, здесь сразу возникает вопрос, что же дальше. А дальше, как я вижу, это закрытие вот этих недостающих практик по мере необходимости. То есть, возможно, здесь появится еще какая-нибудь фигурка, полузакрашенный кружочек, то есть, там какой-нибудь аутсорсинг и отказ от части функций, но в целом это закрытие действительно вот этих пяти областей плюс дополнительные области управления, которые должны, как, опять же, по мировым обзорам фигурирует тема, что наиболее зрелые соки внедрят с Red Intel к 20-му году, в 20-м году. Значит, действительно, сейчас про это говорят, но это не является еще ни в России, ни в мире, наверное, таким вот местом общим, что если у вас есть сок, то это тождественно равно тому, что у вас используется и применяется с Red Intel. Да, про это сейчас говорим, все про это думают, но стать общей практикой, это должно, наверное, вот в ближайшие пару лет, на это имеет смысл обратить внимание. Также, как должны трансформироваться и расширяться практики обнаружения и проактивного поиска угроз и следов компрометации. То есть, если мы для себя принимаем и продвигаем историю с возможностью компрометации, то есть, все любят говорить про то, что там всех взломают, но никто не любит дальше делать выводы, то, что там нулевые инциденты неизбежны, то, что невозможно гарантировать того, что у вас кто-то не живет в инфраструктуре и так далее. То есть, как-то вот так вот обрывочное такое вот суждение происходит. Соответственно, если мы реально для себя это допускаем и хотим что-то с этим делать и как-то с этим работаем, соответственно, необходимо проведение практик с Red Hunting, то есть, такой перевернутый пентест, когда мы силами продвинутых аналитиков либо внешних компаний, кто может себе это позволить и может это реализовать, реализуют по сути поиск следов компрометации внутри инфраструктуры и раскручивают эти цепочки, даже если промолчали системы оповещения, ничего не находится, все нормально, нет сообщений о кражах, утечках, неважно, каких еще инцидентах. Ну и еще один важный момент, который мы сейчас для себя, ну то есть, собственно, мы даже там не в этом году, наверное, уже и в прошлом году мы с этим активно работали, и Сергей Васильевич Лебедь про это рассказывал вчера, это то, что сок может и должен быть тем самым источником точной и корректной информации о происходящем для всей организации внутри, то есть это вопрос коммуникации, вопрос коммуникации внутри организации, вопрос коммуникации с уважаемыми регуляторами, вопрос вообще поставления вот этой информации о точной картинке. Наш опыт показывает, что никто, кроме СОКа, обладая вот этим свойством ситуационной осведомленности, не обладает более правильной картинкой, чем она находится в данный момент в СОКе. Ну и как вы видите, если провести некий анализ, то, в принципе, все перечисленные практики, они говорят о следующем, что у нас, если мы говорим про threat intel, это понимание не только внутренней жизни организации, но и информации во внешней организации, во внешнем периметре, что там происходит в мире вообще. Если мы говорим про threat hunting, то это не только реактивные меры, но еще и проактивные, то есть когда мы без сигналов и срабатываний, которые дают нам мониторинг, начинаем что-то дергаться и делать. Если мы говорим про коммуникации, то не только, что мы потребляем какую-то информацию в рамках threat intel и так далее, но то, что мы выдаем информацию в виде справок, оперативного информирования и так далее. Что приводит нас, если размышлять чисто математически, к тому, что, в принципе, возможно, как отдельно вот эти практики, их много и больше, чем я их начал перечитать, их гораздо больше, но и, возможно, разные сочетания этих практик, то есть исходящие проактивные практики и так далее. Это вот та модель размышления, которую имеет смысл применять для того, чтобы понимать, куда двигаться дальше. Ну и переходя к технологическим аспектам, здесь я постарался перечислить некоторые далеко не полные и, может быть, не противоречивые список тех драйверов, которые мы видим и ощущаем на себе ежедневно. То есть зелененькое – это то, что мы хотим, то, что мы видим, ощущаем потребность и, соответственно, то, что мы должны или видим необходимым делать для того, чтобы этого достигать. То есть это, в первую очередь, увеличение скорости, уменьшение ошибок и все, что связано, все, что решается вопросами автоматизации, вплоть до СОАР-подхода, когда в значительной степени минимизируется в этой части нагрузки на первую линию. Я здесь соглашусь с коллегами с антипленарки сегодня, что от первой линии мы, скорее всего, никогда не уйдем, не только мы, но вообще все мы, как сок сообщества, потому что это, в первую очередь, общение с людьми и возможность коммуникаций. Но, тем не менее, снять с них нагрузку и дать им заниматься только теми вопросами, с которыми машины не справляются или плохо справляются. Это достаточно важный момент. Повышение эффективности аналитики. Про это также сегодня говорили. Вот если мне очень понравилась аналогия в источниках истории того, что сейчас часто аналитика представляет такой, в себе содержит синдром катающегося стула. То есть когда вы на кресле с колесиками должны переезжать от одного компьютера к другому, но фигурально выражаясь, на самом деле переключаясь между многими окнами и получая информацию из них. Не важно, будь то это Сием, в котором есть почти все, но нужно еще что-то из других систем, ну и так дальше, по любому процессу рассматривая. То есть дефрагментация вот этого процесса, чтобы было минимальное количество этих переключений, начиная с этого и заканчивая возможностью автоматизации и, собственно, развития компетенции, в том числе и первой линии, для того, чтобы люди могли не пытаться найти правильную кнопку, а скриптовать свои действия прямо на лету и получать необходимую картинку или автоматизировать необходимые действия на лету, это и есть, наверное, тот вектор, куда бы хотелось, собственно, двигаться и развиваться в этой части. Если мы говорим про новые практики, то они требуют, опять же, для себя технологического оснащения. То есть здесь вот все вот эти четыре аспекта, да, они никуда не уходят. Везде есть процессы, да, про которые мы говорили. Они требуют новых технологий, данных и нового качества людей. Если мы говорим про новые практики секопс, страдхантинг, например, да, то это либо очень дорого и тяжело, если мы все делаем руками, чуть ли не с физическим подходом к снаряду к каждой машине, а мы хотим окучивать большое количество машин этими практиками, либо это требует нового совершенно качества и глубины собираемых данных, в которых мы можем проводить первичный анализ для того, чтобы уже дальше можно было адресно отрабатывать те или иные подозрения и с ними работать. Соответственно, это вопрос, в первую очередь, к данным, всегда вопрос к данным, и новые практики во многом будут, эффективность их внедрения, возможность их внедрения будет от этого зависеть. Есть известная, в принципе, концепция, но не у нас, да, в стране, это концепция ситуационной осведомленности, военная, ситуационные центры, вот эта вся история. Я думаю, что соки и вот именно сок, как структура, должна быть тем драйвером вот этой концепции, там действительно достаточно много есть моментов, начиная с юзабилити и заканчивая той же обработкой данных, что и как должно быть реализовано для того, чтобы можно было эффективно за короткое время получить картинку, из которой можно сделать как правильный вывод, если так словами сформулировать определение. И действительно сейчас, наверное, эта область наименее, то есть если попытаться с кем-то поговорить, какова ваша модель ситуационной осведомленности? Я думаю, что мы немного найдем собеседников с вами, с кем можно об этом было бы детально, и на глубину какую-то поговорить. Я думаю, что это та область, которая будет развиваться и в технологическом плане, то есть будут и готовые решения появляться, собственно, и они уже появляются, как создание соков подключено, пока это мы говорим исключительно про внешнюю оболочку, а хотелось бы все-таки говорить про некие сравнимые объекты, чтобы мы могли сказать, что вот этот подход, он с точки зрения ситуационной осведомленности более быстрый и более точный, чем вот этот подход, хотя этот подход обладает какими-то другими плюсами, скорость реакции на отдельное событие безопасности. То есть вот эта область, она будет с нашей точки зрения формализовываться и серьезно должна детализироваться, для того чтобы мы могли вообще про эти вещи как-то говорить и объяснять, что мы хотим, и что мы хотим от технологий. Ну и последнее по порядку на непозначение, это история с обучением, про это много говорили вчера, много говорили сегодня. Это та проблема, которая не решается без технологий. То есть сейчас мы на своем опыте, о котором я дальше поговорю с точки зрения подготовки программ обучения, проведения тренингов и учений различных форматов, если мы завязываем эту историю на очное обучение, очное обучение в каких-то случаях важно, нужно и необходимо, но в целом не получится победить эту историю без технологического стека. Ну и вот, собственно, переходя к этой истории, мы очень плотно работали с развитием компетенции внутри, много работаем с вузами, сформулировали принципы обязательной сертификации и уровня соответствия специалистов занимаемым должностям, то есть к чему они должны стремиться, чтобы двигаться вперед и так далее. И сейчас развиваем направление Академии гибербезопасности. Это, с одной стороны, может быть не аналог, и мы не хотим его позиционировать как какую-то вещь, конкурирующую или замещающую, и вообще как-то соотносимую с системой высшего образования, или образование, которое проводят в соответствии с рекомендациями регуляторов. Это скорее история про вендор нейтральная, практика ориентированная, проблемно ориентированная, то есть вот такой вот вектор, историю. И с чем мы столкнулись в прошлом году и в этом году, что в этой области, в принципе, даже нет четкой развертки, а что, собственно, должно входить, какие домены знаний должны входить в современную кибербезопасность с точки зрения того, чему надо учиться, в какие области разделить. Мы для себя такую карту построили, она раскладывается дальше на пару слоев, сейчас не будем про это говорить, это глубоко, далеко и дискуссионно, наверное. Но вот здесь для меня, на самом деле, одно из интересных открытий, и, наверное, очень такая вещь интересная, это просто вот эти домены. То есть мы смогли и сформулировать для себя, что можно выделить, например, как отдельные практики security engineering, то есть создание отдельных, процесс создания систем, как отдельные практики в безопасности и создание систем защищенных с точки зрения сетевого трафика, вопросы, связанные с криптографией, то есть туда все упаковать, и отдельно вынести, например, вопросы, связанные с безопасной разработкой, отдельно вынести вопросы security operations. И мы сейчас по своей организации в этом у нас плюс очень хорошо видим, что это достаточно хорошо сегментируется по потребителям. То есть есть, допустим, сетевые архитекторы, для них интересная история с security engineering, они с этим работают. Есть архитекторы прикладные, они работают с security software development. Для них нужен небольшой уровень погружения в security operations, на полшишечки, чтобы они понимали, какие вещи и аспекты надо предусмотреть. И, собственно, дальше пошли. Governance risk assessment, то есть это, собственно, оркестрация и нормативная база, все, что связано с требованиями регуляторными, внутренними или рисковыми подходами. Это тоже две области, но их не надо смешивать, мы их разделяем, потому что там достаточно разные просто в принципе подходы и мировоззрения. Threat intelligence мы выделяем как отдельную область, которую мы не стали вливать в какую-то из предыдущих областей, да, и мы ее держим отдельно, потому что сейчас нам кажется, что это наиболее активно развивающаяся история, динамичная, так же, как, наверное, physical и environmental security, то есть в нашем случае, например, та же безопасность банкоматов. Безусловно, мы это делали как бы не с чистого листа, и это вообще, как мне кажется, правильный подход. Мы проводили анализ ведущих мировых институтов, как у них это истроено, у них, что интересно, все эти вещи построены снизу вверх, то есть они видно, что шли от конкретных запросов по курсам и дальше пытались как-то это увязать в домены. Ну и последняя, да, аварность – это работа с людьми, то есть вот эти домены у нас таким образом сформировались. Собственно, спасибо за внимание. Я закончил. Вы как те, кто данные поставляет, так и те, кто данные пользует, причем в огромных количествах. Хотел бы вот услышать ответ на такой вопрос. Насколько оцениваешь эффективность данных сегодня, которыми мы вот обмениваемся? Они позволяют ли решить те задачи, которые перед нами стоят сейчас? Я давай буду говорить чуть шире, чем мы с вами обмениваемся, то есть мы действительно получаем ваши данные и каждое ваше сообщение отрабатывается. Я имею в виду сообщество, в принципе. Вот, с точки зрения сообщества, если мы говорим чуть шире и говорим про сообщество, безусловно, ну то есть давайте так, тема следующей антипленарки, через год мы здесь соберемся, и я закину следующий тезис. Threat Intel должен умереть. То есть вот мы его сейчас все бежим внедрять, а дальше вот он должен уже скоро умереть, потому что это же, как любая другая история с безопасностью, это история войны и снаряды. Если я как злоумышленник знаю скорость вашего обновления по Threat Intel, то это примерно та же самая история, что я знаю, как часто вы обновляете сигнатуры в антивирусах. Но это просто означает, что я должен еще чуть-чуть быстрее бежать или делать больше версии обфуссированного кода, или делать больше CNC серверов, чтобы вы замучились меня ловить, и даже если поймали, не поймали всех. То есть обмен информацией сейчас – это обязательное условие построения эффективного работающего сока. Обмен информацией сейчас, с нашей стороны, по любой информации, на 90% трудоемкость и, наверное, усилие, которое мы прикладываем, это фильтрация этих данных. То есть очень много шума и очень много информации. Ну, тут как к этому относиться, либо к которому мы уже знаем, это хорошо или плохо, то есть это мы молодцы, или те, кто нам второй раз сказали, не молодцы, тут скорее вот первый вариант. Да, то есть никто же не знает, что нам уже сказали по другим каналам. То есть мы очень много фильтруем информации, очень много тратим энергии, сил, но сейчас, правда, уже с помощью Threat Intel платформы автоматизировали многие процессы, с точки зрения дедубликации, оценки по времени и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Я могу сказать, что сейчас обмен информацией это необходимость. То есть без этого как бы непонятно, куда двигаться дальше и на чем работать дальше. И в ближайшие три года эта история будет развиваться экстенсивно, после этого, может быть, произойдет какой-то квантовый скачок, и что-то резко поменяется, созреет новая парадигма. И, видимо, в данных условиях Threat Intel это уже некая такая мега проактивная история с мега проактивным реагированием. Значит, возможно, все вообще развернется на 180 градусов и пойдет там в какое-нибудь построение мега надежных систем, про которые сегодня Дима говорил, да, когда все регламентировано и невозможно вообще ничего нарушить в принципе, да, и туда будут направлены основной вектор и усилия по обеспечению защиты, потому что мы исчерпаем свой ресурс. Но пока ничего лучше нет, и как бы ничего лучше пока не будет. Надо дотачивать вот этот инструмент и с ним двигаться и бежать. Что бы ты добавил в эти данные, если бы добавил, с которыми мы обмениваемся? Или, может быть, что-то убрать нужно? Давайте с аудиторией чуть-чуть. Кто знает, что такое TLP, Traffic Lightning Protocol? Ну так вот, есть. Можете так справа-слева спросить, есть у кого спросить. Вот, вот, я думаю, что мне, я бы видел очень большую ценность в том, чтобы вот эта история появилась, да, потому что даже если невозможно раскрывать всего, да, по сути, эта идея в чем? Это вот как, вот если видели в фильмах, американская военщина любит, да, когда у тебя есть листик, а там черным вымороты какие-то куски, но в целом документ, вот он, ты его можешь пощупать, да, если тебе эти черные, как бы, куски снимут, ты убедишься, что тебе это же и показывали, просто ты не все видел. Вот такая разметка, когда тебе дают действительно достаточно полную информацию, просто что-то из этого для тебя и пока не раскрывается. Вот мне кажется, вот это было бы как бы в глобальном масштабе, да, и вообще с точки зрения обмена такой информацией, как де-факто стандарт, не обрезка информации, да, а переход к такой вот сообщению достаточно полной информации, но при этом выкрашивание там вещей, которые там не положены там конкретному пострадавшему или конкретной индустрии пострадавшего, да, то есть вот это вот идея как раз TLP раскраски. Это первый момент. И второй момент, как я вижу, сейчас очень большая проблема, это переход к честному принятию истории, вот она как раз очень есть в ситуационной осведомленности и вообще в работе разведывательных структур, да, вот в плане людей, которые работают с неполной информацией. Это понимание и принятие факта неполноты картины, ее некорректности. То есть чтобы мы четко понимали себе и может быть даже формализовали и показывали, и подсвечивали признаки того, что вот данная конкретная информация на данный момент, она верна с уровнем там 25%. Вот у нас нет других гипотез, но вот здесь 25%, вот это вот здесь 35%. Это дает некую экспертную оценку, это позволяет не говорить о том, что нас обманывают, или вы там потом ошиблись, то есть это была информация, которая верна с невысоким уровнем доверия. Но это, к сожалению, действительно серьезный трансформационный такой шаг. Это вот практически как приятие вообще концепции, что нас всех сломают. Следующее принятие концепции того, что вообще говоря, мы можем обмениваться информацией, которая может быть в каких-то моментах неверна или некорректна, да, то есть такая рисковая модель внутри обмена. Вот это, наверное, второй такой момент, который назрел, потому что иначе мы имеем ситуацию какую, что у нас сообщается, либо ничего не сообщается, и мы ждем до последнего, пока будем обладать там с 99% вероятностью правильной информации, потому что боимся обмануть, либо мы сообщаем очень маленькое количество информации, только то, что мы знаем, да, и, соответственно, опять же, тоже это тоже нехорошо и никому на пользу не идет. Вот комбинация, наверное, двух этих практик, она вот в значительной степени повысила эффективность и эффект от вот этих обменов. Но для этого нужна и правильная интерпретация всеми участниками обмена, чтобы потом не было, соответственно, претензий друг к другу. Ну, я, собственно, поэтому и задавал этот вопрос, чтобы понимать, мы же тоже там со своей стороны определенные вещи видим, и я вижу, что мы сходимся практически во всем. Благодарю, Алексей. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Хорошего дня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ